Они спасают жизни людей наравне с профессиональными врачами. В Крымской столице наградили почетных доноров. Государство всячески оказывает им поддержку, так как граждане, которые часто сдают кровь, имеют право на социальные выплаты и внеочередной отпуск. Плюс они могут получить путевки в санатории. С людьми, которые заботятся о чужом здоровье больше, чем о собственном, пообщалась Анастасия Соленик. Владимир Белозерский сдает кровь с 96-го года. Все процедуры знают буквально наизусть. Первым делом на прием к терапевту. Давление в норме. Теперь можно и кровь сдавать. Владимир уверен, это его долг. Однажды это может спасти чью-то жизнь. Просто помочь людям, которые нуждаются, во-первых, в крови и крови содержащих элементов. Кстати, у меня тоже хоть и жена сейчас тоже, она собирается тоже пойти и свободно сдавать. Вся процедура занимает буквально пять минут. Как вы чувствуете? Бодрое, хорошее, замечательное настроение. Далее кровь отправляют на проверку. Каждый донор получает денежное вознаграждение. Но для Владимира это совершенно не важно. Знаете, этот долг кому-то поможет. Даже не знаю, сколько здесь. Даже не считаю. Даже не смотрю. Каждый день в центр крови приходит около ста человек. И сегодня тут собралась целая очередь. Сдавать кровь можно раз в два месяца. Главный критерий для донора – быть полностью здоровым. Кровь могут сдавать лица от 18 лет и старше до 60, иногда и старше в зависимости от самочувствия. Если есть допуск врача, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, паспорт. И единственное, что в этот день не предполагать каких-либо физических нагрузок или перегрузок. Министерство здравоохранения республики регулярно оказывает поддержку центру крови. В планах купить рефрижераторы и улучшить лабораторную диагностику. Не забыли и о самих донорах. Это ежегодные социальные выплаты. Это и предоставление права получения отпуска в любой удобный период, когда это необходимо донору. Это и предоставление путёвок для санаторно-курортного лечения. Это и возможность внеочередного лечения в случае необходимости. За заслуги почётных доноров наградили памятными знаками и вручили удостоверение. Медики называют этих людей не иначе, как своими коллегами. Ведь они, наравне с профессиональными врачами, ежедневно спасают жизни. Анастасия Соленик, Алексей Романов. Время новостей.